Привет! С момента выхода глобальной переработки сферы с девятой версией, разработчики сферы выпускали новые обновления буквально каждые пять дней. Но не в январе, и на то была причина. Свежая версия 9.3.0, в которой реализованы важные и глобальные инструменты, которые привнесут изменения в вашу работу со сферой. Такие как браузерный эмулятор мобильных устройств, API для автоматизации, интеграция для автоматизации залива в Facebook и многое другое. Давайте разберем это обновление по порядку. Эмуляция мобильных браузеров. Многими очень долгожданная функция, которая наконец-то вышла в свет. Разработчики говорят, что они сделали большой упор на качество антидетекта в мобильных браузерах, и то, насколько более продвинуты их инструменты в сравнении с конкурентами. Тут они используют популярный чекер Crypt.js, сравнивая свое решение, где оно под каждым параметром выдает правильную подмену, с конкурентами, где половина показателей не определяет правильно ОС Android. Также и с подменой параметров экрана и медиа-девайсов, где показатели были взяты с реальных мобильных устройств для качественной подмены. Тут также реализована быстрая и удобная смена ориентации. По одному клику, гироскоп, который показывает наклон устройства, и даже батарея, которая постоянно разряжается и заряжается, эмулируя реальный сценарий использования телефона. Также тут можно увидеть и особенности дизайна, где вы действительно будто бы управляете телефоном, который показывает ваш эмулируемый заряд и время относительно выставленной тайм-зоны. А в будущем, помимо эмуляции Android-девайсов, ждем также эмуляцию и устройств на основе iOS. Автоматизация по API. Тут, признаюсь, долгожданная мною функция, где теперь вы сможете управлять сессиями, провайдерами, прокси, куки, используя новое API. Однако теперь добавлены интеграции популярных инструментов для автоматизации работы внутри сессии, такие как Selenium, Playwright и другие. Таким образом, вы сможете автоматизировать любое действие внутри сессии на ваш вкус. С ним я попробую разобраться для вас немного позже и записать отдельное видео. Интеграция с автозаливом Facebook. Это важное нововведение для юзеров, использующих сферу под Facebook. Сфера интегрировала сервис Nucleus, и теперь можно буквально в несколько кликов отправить сессию из сферы на этот сервис и заниматься автоматизацией работы с Facebook напрямую через Nucleus. Для этого достаточно просто указать свой API в настройках сферы, выбрать сессии для работы и отправить их через все действия отправить в Nucleus. Это три самые важные изменения в этом обновлении. Однако разработчики сферы добавили еще множество различных незначительных вещей, которые сделают вашу работу проще. Это возможность установки одной прокси в множество сессий, улучшенный прогреватор и всплывающее уведомление об обновлениях. На этом все. Вы можете получить 10% скидки на сферу по промокоду LSFreedom или по ссылке, которая находится в описании. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Если так, можете подписаться. Скоро видео по сфере будет еще больше. Продуктивной работы и развивайтесь.